Всем снова привет! У меня неприятные новости. Я немножечко заболел, но заболел я совсем незначительно, так что скоро думаю поправлюсь. Да и к тому же тут, знаете ли, подкатила такая тема для ролика, что не снять его просто нельзя. Я купил новый смартфон. Да, больше двух лет я пользовался сначала вот эти вот. Это Micromax Q415, да, пользовался я им больше двух лет, но в последнее время он уже всё. Как вы знаете, долго, на долгое время смартфоны не рассчитаны. Вот всё, он уже начал виснуть маленько, да не маленько, конкретно виснуть. Вообще. Но сейчас пока не видно, но он, если включить какую-то игру, он виснет до жути. И ещё здесь такая фигня началась. Вот иногда экран тухнет, чёрным становится, и надо ждать, пока он снова станет нормальным. Иногда это не происходит, приходится вообще телефон перезагружать. Собственно, мне это вообще надоело, вот почему я и купил себе, наконец-то, новый смартфон. Вот, это Xiaomi Redmi 5. Ну, вы скажете, не слишком-то новый. Да, не слишком-то новый, зато в тысячу раз лучше, чем мой старый. Да. Во-первых, у него экран, как вы видите, пошире. Ну да, я в курсе. Сейчас там было отражение только что, камеры и меня самого. Так что, можете тут не писать об этом в комментариях, а то в прошлый раз написали. Типа, в отражении PlayStation было видно камеру и лицо. Да, я в курсе. Всё, я сейчас тоже увидел. Ну, короче, ладно. Наверное, полностью характеристики я его озвучивать не буду, скажу только самые основные. У него тут стоит восьмой Android, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 внутренней, но при этом, хотя 10 из них это системная память, то есть 10 заняты уже всегда. Так что, фактически, здесь не 64 гигабайта, а только 54. Вот именно эти 54 гигабайта отданы в распоряжении владельцу. Так, камера здесь на 12 мегапикселей. Мне, собственно, хватает фоткать, она нормально. Так что тут вот есть отпечаток пальцев, которому можно включить экран. О! Не только с помощью выключателя, но и с помощью вот этого скандера. Так. Частота у него здесь, у процессора, 2 гигагерца, то есть 2000 герц. Так. Ну и, разумеется, игры он тянет нормально. Вот такие игры, как, например, PlayerUnknown's Battlegrounds, тянет нормально. Даже не просто нормально, а зашибись вообще. Что-то вот, кстати, я забыл сказать про фронтальную камеру. Я не помню, сколько у неё там мегапикселей. По-моему, половина, 6 ли что ли. Ну, собственно, мне как-то без разницы. Я его вообще не из-за камеры брал, а из-за вот количества оперативки, количества внутренней памяти. Вот именно из-за этого я брал. Потому что у меня на старом телефоне всё, что мне было нужно, не умещалось. Даже, когда я это кидал на карту памяти. Да, кстати, он поддерживает, я тоже забыл сказать, 2 сим-карты. У него поддержка 2 сим-карт. И также есть поддержка карты памяти до 256 гигабайт. Но при этом поставить одновременно 2 симки и карту памяти в телефон в данный невозможно. Потому что там только 2 слота есть. Там, то есть, ты можешь либо с 2 симками, либо с 1 симкой и с картой памяти. Я вот лично с 1 симкой и с картой памяти. Мне 2 симки пока ни к чему. Так, ну, в завершение хочу сказать, что я очень доволен своим новым телефоном. Так что, возможно, может, буду игры снимать именно с него. Посмотрю, конечно, как они будут записываться. Если будет нормально записываться звук и голос, то какие-то игры я буду записывать с него, если это удобно. Ой. А если это будет неудобно, то буду дальше записывать с эмулятора. Ну, а на этом всё. Так что, пока.